видите все как бы уже заложено природы но есть силы эти силы нужны каждому человеку мы поэтому и не смиренные такие девушки иногда начинают раздеваться уже от отчаяния что замуж ни за кого не могу выйти а это помогает только привлечь тех парней которые хотят секса а семьи они не хотят такие люди чтобы выйти замуж нужно учиться аскезу совершать очень серьезное служение людям аскеза нужно нужно еще благословение старших вот у нас здесь есть удивительные люди которые помогают вам в этих вопросах есть такая группа ну вот сейчас создается такая группа в интернет она по мне сказали называется 100 бабушек то есть ну цель группы такая то есть находим бабушку начинаем ей служить и она дает благословение дочка хорошо тебе выйти замуж зависимости от силы служения будет такое благословение вот такая группа создается ищем бабушек им служим и она говорит благословляю 100 благословений получила все замуж интересно хороший проект ну там фойе все узнаете и так идея в чем заключается в том что людям не хватает только силы во всем самодостаточность означает способность сильно любить сильно служить сильно заботиться допустим девушка мечтает замуж у нее есть мечта это не помогает но если она всех любит служит всем она становится очень влиятельной чем больше она это делать тем больше копит силы способны сбить с ног вот именно выйти замуж нужно это сильная позиция для девушки девушки думать надо девушки быть скромны и ждать как ты ждать когда твой парень придет но тебе платочек нам покупать уже чтоб ждать потом уже бабушкой потому что если ты замуж хочешь выйти то надо не ждать просто быть активной социально всех заботиться всех любить дружить служить не знаешь что гулять надо по парням нет наоборот это тебя расходуют если ты начала просто с кем-то постели спать но он замуж не взял тебя меньше силы этой стала надо держаться подальше от парней служить допустим он тебя влюбился пока замуж не хочет не зовет не ложись в постель с ним у него магнит будет нарастать тебе и его желание ответственность взять тоже будет нарастать и он скажет все женюсь какой-то момент ну скажите я подумаю и точно так же когда человек видит что препятствие которое в жизни возникло допустим раз борьбалось сердце на работе не могу работать как раньше или препятствие связано допустим с деятельностью не могу удержаться где-то на одном месте или препятствие связано с отношениями то есть близкий человек предал это называется препятствие возникло препятствие так действует судьба и когда у человека есть препятствие он должен служить богу может есть три силы природа дает здоровье служение людям дает человеку социальную силу способность получить то что нужно в обществе а служение богу дает человеку победу над препятствиями в жизни но при этом надо отвлечься от препятствия когда человек болен он должен отвлечься от болезни болезнь сковывает страхом человек у меня суставы больны как я буду ходить мне запретили ходить нужно ходить когда у тебя больные суставы и тогда ты вылечишь вот это и есть победа над болезнью ты как бы идешь вперед заставляешь себя когда девушка не замужем она должна эту скованность одиночество мысли о себе победить и начать забыться в служении людям забыться и в тот момент когда она забыла что ей надо замуж она выходит замуж потому что в тот момент когда она забыла что и нужно замуж она становится сияющей очень красивой в это время у меня был такой случай одна девушка которой я не увидел что она выйдет замуж и она мне все время спрашивала когда выйду замуж и горь продолжая развиваться я не верил что она выйдет замуж но что я не видел какой-то момент я приехал в город она помогала готовить служила таким образом и я смотрю он такая счастливая такая я начал что-то видеть думаю ничего себе так человек меняет свою судьбу судьбе и было не положено выйти замуж и начала менять судьбу я смотрю не работает система гороскопа работает победа над судьбой я говорю что замуж выходишь она говорит нет я говорю а что такая счастливая агры то я что-то уже и так хорошо себя чувствую я я забочусь о всех целыми днями всем служу и мне и так хорошо стало и она нашла себе супер мужа супер человек просто на что понимаете девушки чего не хватает в жизни только этого это силы внутренние надо заставить себя так жить быть социально активной скажешь мне негде быть социальных хорошо вот у нас есть клуб благость приходил благость всех любителей там для этого все предназначено там акции всякие есть там кормить тех то не сейчас шарики увидите как будут летать по залу это они все сделают я только бросаю получаю результат или пойдите просто в своей вере и просто в храм ходите помолиться покреститься а просто поищите где можно общение общаться служить придите в этот храм скажите хочу полы помыть скажешь ну хорошо приходи вот с утра придите найдите время начните служить что-то не интересно также краситься интересно служить не вот это называется аскезы у меня времени ну хорошо вольна живи это временно телевизор есть с храма ходить нет и так далее то есть знание мотивирует человека знание нужно это знание в себе изучать как как надо правильно жить развиваться и тогда трудность преодолевается человек может препятствие преодолеть если он забыл про свою проблему и думает только о боге одна женщина подошли ко мне говорить я ребенке молюсь уже три года я говорю как вы молитесь на братья вспоминаю ребенка прошу господи помоги ребенку помоги игры в это время действует не сила бога а ваша сила как моя игра так потому что вы сами о нем думаете а надо перестать о нем думать надо думать только о боге и хвалить его радоваться ему служить ему помнить о нем выполнять его наставление и стараться забыть о проблеме оснащу своем ребенке забыть что он же болен у меня вот перестань о нем думать твоя память должна на бога пойти и ты должен забыться в этом служении и в этот момент как только ты оторвешься от ребенка он начнет о нем заботиться потому что две силы туда не войдут одновременно или сила бога и ты ему доверяешься на это называется вера забыл про ребенка служи богу называется вера не значит что ты его не кормишь не поешь там я говорю сейчас о памяти допустим человек работает на работе постоянно когда же зарплата он знает когда зарплата думает о зарплате постоянно и в результате работает плохо потому что у него слюна изо рта течет если он забудет про зарплату и будет постоянно думать о работе тогда зарплату ему будут с удовольствием давать правда ведь с удовольствием просто если он забыл про зарплату точно так же и здесь человек думает о боге служит ему чё бог не знает что ребенок больной что ли да вы ему не даете просто его вылечить с удовольствием вылечит если вы отпустите сами это все то есть также за мужество служите богу забудьтесь служение людям и богу забудьте себя забудьте свою проблему тот момент как забыли бог вспомнится раз даст вам силу так должен человек жить